Александр Канн Александр Канн Слава, сколько же времени нужно отдать, чтобы в этих соцсетях выложить столько информации? Чтобы что? Ради чего? Спасибо, дорогой Александр, за ваши вопросы. Спасибо вам, друзья, за поддержку. Поэтому это нужно делать. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы еще не подписались. Но согласитесь, Александр, если бы я этого не делал, мы бы с вами сейчас не общались. Уж не знаю, насколько это важно вам, но для меня это важно. Это мой способ существования. Вопрос сложный, он из ряда тех, зачем жить. И каждый из нас, конечно, должен сам ответить на него. Ну вот она, жизнь дана. Вот есть тело. Есть мозги, есть способ говорения, способ выражения на холсте себя или в каком-то другом деле. Ну, можно зарыть это все, сидеть в погребе, ничего не делать, на диване, смотреть телевизор, вообще ничего не делать. Или, например, лежишь вот, спишь. Можно же не вставать. Зачем умываться, если вечером опять ложиться спать? Ну вот я выбираю вставать. А раз я встал, делаю еще какой-то шаг первый, да, в сторону там чего-то, водичкой поплескаться. Я же это делаю. Ну, кто-то не делает, видимо. И тоже хорошо. Червяк, например, вот он ползет себе и ползет. Он даже света не видит. Вот землю вот эту вот грызет. Ну, грызет ведь. Если бы он лежал, размышляя о смысле жизни, тоже, кстати, хорошо. Но какое-то время, согласитесь. Итак, я выбрал встать с кроватки. Я выбрал что-то делать. Ну, и соцсети – это тоже часть жизни. Это новая, относительно новая площадка общения. И я воспринимаю вас, тех, кто смотрит мой канал, как друзей. Не иначе. Те, кто приходят на мои выставки посмотреть картины – это мои друзья. Потому что, ну, многие же проходят мимо. Вот что интересно. Я это наблюдал много раз. Проходят в основном, ну, к такому, что поп-культура такая, вот, ширпотреб, да. Какие-то там магнитики какая-то, вот, дребедень всякая там, размалеванные что-то, какие-то штучки, досточки. А посмотреть там, что я делаю, смотрит очень мало людей. Ну, тем ценнее эти встречи. Соцсети нам дали возможность встречаться друг с другом, ездить в гости, в живьем. Благодаря соцсетям я познакомился со многими странами. И у меня много друзей. И мир художников очень маленький. Все друг друга знают. И это некое сообщество людей, которые посвятили себя своим внутренним открытиям. Мы следуем зову сердца. Оно важнее, чем просто работать, покупать что-то, тратить, ездить в путешествия, валяться на солнце. Художник едет не валяться на солнце в какие-то страны, в путешествия. Он едет за впечатлениями, и он эти впечатления кристаллизует в работах. И это наполняет жизнь его, а потом через соцсети и всех, кому это интересно. Кто может прислониться, приобщиться, погреться, посидеть у этого костра. Ну, что может быть приятнее посидеть у теплого костра с друзьями? Просто, может быть, помолчать или неспешно о чем-то поговорить. Да, соцсеть, есть ощущение, что ты, что рядом с тобой близкие, что ты не один в этом холодном космосе, что рядом с тобой идут такой же сложной тропой твои друзья. Ну, а времени, чтобы выложить свои работы, не так много нужно. Ну, что? Ну, сфотографировал я работу, так, минута. Ну, обработал в фотошопе, две минуты. Выложил в соцсеть, минута. Ну, что, четыре минуты я потратил на то, чтобы разместить свою работу? Мне кажется, мы гораздо больше времени тратим на ненужные общения, на ненужные разговоры с ненужными людьми. Вас я воспринимаю как друзей, и это наполняет мою жизнь. Записать видеоролик, ну, понятно, его нужно смонтировать. Ну, и что? Ну, я же использую эти арсеналы, эти возможности компьютерных технологий показать свою душу, показать новую работу. Конечно, картины нужно смотреть живьем, но я стараюсь ползать камерой там по ним, как-то приближать какие-то участки, как мы, собственно, и рассматриваем картины. Мы где-то прям близко очень подносим глаза, ну, приближаемся к ним или отходим. Ну, а ради чего и зачем все это я делаю? Ну, если хотите, это такая игра, вот как существование. Играет в такую бесконечную игру. Появляются жизни, исчезают. Появляются планеты, исчезают. Что происходит? Может быть, есть какая-то эволюция, как говорят, сознания во Вселенной. Может быть, мы часть этого всеобщего сознания, частички этой громадной, чему названия нет, любви, которая просто увеличивается и увеличивается. Но вспомните фильм «Сансара», как он заканчивается и как он начинается. Там есть эпизод с камнем. Человек смотрит на камень, и на нем написана такая фраза «Куда девается капля, которая попала в океан?» Что с ней происходит? И в конце фильма он переворачивает этот камень на другой стороне, на другую сторону и читает. То есть весь фильм посвящен тому, чтобы ответить на этот вопрос. А в конце фильма, значит, есть ответ. Она становится океаном. Это один из моих любимых фильмов. Он пишется «Сам Мэ», через «Мэ». «Сам Мэ Сара». Художественный фильм о монахе, который там три года и три дня, три месяца провел в медитации, а потом его друзья-монахи вернули в монастырь, и дальше разворачиваются события очень интересные, как он после этого, вроде бы уже, уж чуть ли не достигший нирваны, что потом с ним было. Если не смотрели, посмотрите, совершенно удивительный фильм. Не помню режиссера. Ну какая цель у любви? Ну какая? Какая цель у цветка, который источает аромат? Какая цель у солнца, который светит? Мы просто греемся около него. А цветок будет пахнуть независимо от того, нюхает его кто-то или нет. И он растет. Порой через асфальт преодолевает громадные трудности и засухи всякие. Недостаток воды. Но через какое-то время бутон расцветает. И какое-то время незначительное он источает аромат. Потом все. Зачем эти соцсети ему? Но кто-то может понюхать и... Ах! Кстати, и что? И... Понюхал аромат. И в этот момент ощутил себя на самом деле настоящего. Все дело к этому ведется-то. Когда человек пишет, он настоящий. Но он всегда настоящий, если любит. И не важно, что он делает. Просто смотрит, выкладывает карточки в соцсети, разговаривает. Если любит настоящий, если нет, то существование все делает для того, чтобы вернуть его в это состояние. Мне кажется, совершенно не важно, что делать. Абсолютно важно любить. Друзья, есть еще несколько, совсем несколько, чуть-чуть мест на мой семинар, который я проведу в Абрау-Дюрсо. Это под Новороссийском. Присоединяйтесь к группе. Она уже почти набрана. Мы будем писать 4 дня в удивительном месте. Все технические вопросы мы решим в WhatsApp. Можно взять хоть один день, один-два дня кто-то, кто-то захочет присоединиться. Если кто-то захочет один-два, то лучше старайтесь первый день, первый захватить. Потому что в первый день очень много рассказывается и показывается. Ну, каждый день я начинаю с демонстрации. Я пишу мотив. Каждый день разный. Пошагово объясняю, как, откуда, что берется. Каждый мазок, что называется. Ну, а дальше вы работаете под моим контролем. И потом обсуждаем ошибки. И постепенно двигаемся вместе к совершенству. Не забывайте, что существует онлайн-школа, где я размещаю видеоуроки, в которых детально показывается путь создания тех или иных работ. Задачи разные, разные подходы, разные решения. И вообще очень много вопросов там поднимается. А потом вы сможете писать нечто подобное, исходя из полученных знаний, присылать мне на консультации свои работы. Ну, вот так устроена моя жизнь, семинары, школа и живопись, которой я посвящаю наибольшее количество времени. Иногда провожу семинары, иногда записываю уроки. Спасибо вам за поддержку, за лайки. Подписывайтесь. Спасибо вам за просмотр! Спасибо вам за просмотр! Спасибо вам за просмотр! Спасибо вам за просмотр! Спасибо вам за просмотр!